К нам присоединяется Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день вам. Вчера во время общения с прессой президент Владимир Зеленский сделал несколько важных заявлений и хотели их с вами обсудить. Итак, глава государства ожидает, что партнеры предоставят Украине приглашение на вступление в НАТО в международно признанных границах. И вот он особо подчеркнул, что Украина не обсуждает получение членства в обмен на оккупированные территории. Также он заявил, что Киев не просит возвращения ядерного оружия, но снова-таки требует вступления в альянс, чтобы защитить себя от России. Скажите, услышат ли это наши партнеры этот призыв? Уже вот в ноябре вовсю идет подготовка к Рамштайну, в ноябре он состоится. Но еще может быть такое, что Байден до конца своей каденции скажет решающее слово. Действительно, сейчас очень много идет дискуссий по поводу того, сможет ли Украина в ближайшем будущем вступить в Северо-Анстатический альянс. И однозначно Киев говорит, что без членства в НАТО мы не сможем гарантировать безопасности ни себе, то есть государству Украины, ни всему западному миру. Потому что однозначно, если Украина не будет в сфере безопасности западного мира, это может стать причиной новой войны. И однозначно Российская Федерация захочет закончить то, что она начала еще в 2014 году. И это стоит понимать. То есть фактически для нас главной гарантией безопасности было бы членство в альянсе, о чем Украина постоянно говорит на всех возможных площадках. Особенно тех, где собираются члены Северо-Анстического альянса. И поэтому для нас важно, чтобы наконец-то нас могли услышать. Но, скажем так, не все так просто, учитывая то, что пока идет активная фаза боевых действий, однозначно мы не сможем вступить в альянс. Но вот получить приглашение на вступление можем. Это такой политический шаг был бы со стороны западного мира. И фактически это означало бы, что после окончания боевых действий, либо войны в целом, мы смогли бы присоединиться к НАТО. Но проблема в том, что как раз таки нет единого мнения по этому поводу. И если Соединенные Штаты Америки, возможно, и готовы были бы, скажем так, пригласить Украину в альянс. И видим, что Джозеф Байден уже имеет несколько иную риторику, нежели та, которая была раньше. То, например, Германия все-таки остается на своих позициях. И канцлер Олаф Шольц по сей день считает, что пока что не стоит спешить с приглашением Украины в НАТО. И также мы должны понимать, что есть и другие противники вступления Украины в альянс, например, Словакия и Венгрия. И, скажем так, это несколько утрудняет наши евроатлантические перспективы в обозримом будущем. Поэтому тут идут дискуссии по этому поводу. Не исключается, что во время следующего заседания в формате «Рамштайн» этот вопрос будет подниматься. Потому что первым пунктом плана победы Украины есть как раз-таки членство Украины в Североатлантическом альянсе. И, возможно, все-таки там будет обмен мнениями по этому поводу. И надеемся, что будут какие-то позитивные шаги сделаны в направлении того, чтобы Украина получила это приглашение, пока что не вступая в альянс. Но снова-таки посмотрим. Трудно сказать. Конечно, если и Джозеф Байден, если мы говорим именно о Соединенных Штатах, и сделает такое решение, огласит его, то это уже будет после 5 ноября, после выборов, которые произойдут в Соединенных Штатах. Потому что сейчас он навряд ли пойдет на такой шаг, чтобы, скажем так, не повлиять в негативном смысле на кампанию Камалы Харрис. А после не исключается такое. Но снова-таки нужно, чтобы все государства альянса поддержали такое решение. И после чего мы смогли бы получить приглашение. То, о чем мы постоянно говорим, что мы хотим быть частью единой трансатлантической семьи. Ну вот Зеленский также заявил, что победитель президентских выборов США сделает определенные шаги для завершения войны в Украине еще до января. То есть до официальной инаугурации. Но вот между тем, да, Камала Харрис вчера в очередной раз заявила, что в случае победы Трампа Россия может выиграть войну. Ну а Трамп на этой неделе начал рассказывать, что угрожал Путину в свое время ударом по Москве, если тот вторгнется в Украину, мол, так и сказал. Я снесу эти купола прямо с твоей головы. Как вам такая риторика и Харрис, и Трампа? И каких шагов в реальности можно от них ожидать? В основном, такие заявления мы должны рассматривать только через призму первыборной риторики. И это понятно, потому что каждый из кандидатов хочет победить в этой гонке. И я думаю, тут мы услышим еще за те дни, которые остались, немало таких подобных заявлений. И, конечно же, они будут различного характера, в частности направлены против оппонентов. И будут такие, которые будут говорить о том, что кто-то из кандидатов будет говорить, что он готов таким способом завершить войну, которую он может. Иной будет говорить про иные стратегии. То есть это нормально, учитывая такую повышенную конкуренцию между Харрис и Трампом. Но, по моему мнению, пока что трудно предугадать, кто именно был бы более эффективным на посту президента. И кто смог бы действительно повлиять на то, чтобы активная фаза, по крайней мере, боевых действий прекратилась. Мне кажется, что инструментарии есть и у Трампа, и у Харрис. Самый главный инструмент для них – это сами Соединенные Штаты Америки со всеми их влиянием на мировой арене, со всеми ресурсами, в том числе милитарными. И я думаю, что неважно, кто мог бы возглавить администрацию США, а главное – то, сможет ли тот или иной политик сделать правильные и решительные действия в отношении завершения войны. И мне кажется, что тут была бы воля. Я думаю, что все абсолютно реально, все возможно. И Украина об этом также говорит, что помогите нам, сделайте все возможное, чтобы мы стояли крепче в плане военном, чтобы можно было переломить ситуацию на пользу Киева, на поле боя. Ну и, конечно же, сделайте так, чтобы Украина чувствовала себя более уверенно в плане дипломатическом, чтобы мы могли давить на Российскую Федерацию. И таким образом она бы села за стол переговоров, и мы могли бы договариваться о прекращении боевых действий. Но видим пока, что за президентство Байдена было сделано много, но мне кажется, что еще недостаточно. А вот кто из кандидатов сможет на посту президента быть более эффективным, вопрос открыт. Потому что, мне кажется, трудно пока что спрогнозировать, учитывая снова вот эту передвыборную риторику. А мне кажется, только уже когда они складут присягу, когда будет сформирована команда в той или иной администрации. Когда мы будем видеть, какие лица, какие политики будут управлять самыми важными процессами. И таким образом мы сможем, скажем так, быть более уверены в том, насколько смогут Соединенные Штаты Америки помочь Украине в борьбе с Российской Федерацией. Ну и, конечно же, в том смысле, чтобы можно было наконец-то завершить эту войну и сделать все возможное, чтобы украинское государство не только сохранилось, но а также смогло восстановить полный суверенитет над всей территорией Украины. И таким образом мы смогли бы иметь больше, скажем так, перспектив в дальнейшем. В том числе и членство в Североатлантическом Альянсе и в Европейском Союзе. Ну и о выборах в США давайте чуть детальнее поговорим. Ровно две недели до них остается. И вот опросы показывают, что разрыв между Трампом и Харрис в пределах погрешности. Вашингтон-Пост пишет, что оба кандидата практически сравнялись в Аризоне, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании. То есть в Штатах, где фактически и определится победитель этих выборов. Скажите, чего ожидать вот в эти две недели, что будут делать кандидаты и их команды, чтобы получить дополнительные голоса избирателей? Ну конечно же, чем ближе выборы, чем ближе 5 ноября, тем вот эта вот кампания будет все более насыщенной, все более непредсказуемой. Градус повышается и, конечно же, мы должны ожидать, как я уже обозначил, различных заявлений, различных митингов на пользу того или иного кандидата. Будет очень такая усиленная борьба за ключевые Штаты, которые как раз таки и могут определить судьбу вот этой всей гонки. Ну и я думаю, что вопрос Украины и войны будет подниматься так или иначе обеими кандидатами, и Трампом, и Харрис. Ну а уже сами граждане США будут решать, кто все-таки более достоин возглавить Америку в ближайшие годы. Потому что мне кажется, что даже если сейчас показывают опросы, скажем так, например, что Трамп опережает Харрис, а недавно было совсем наоборот, то есть мне кажется, что интрига будет сохраняться до 5 ноября, и вот эти колебания еще будут происходить. Ну а уже потом посмотрим, кого все-таки выберут американцы, и в каком ключе будет двигаться Америка, именно учитывая особенности каждого политика. Хотя мне кажется, что в любом случае Соединенные Штаты будут сохранять свое мировое лидерство, я об этом также уже сказал. Ну и я все-таки предполагаю, что и сотрудничество, которое имеет место быть между США и Украиной, она также будет продолжаться, невзирая на то, кто возглавит Белый дом. Южная Корея рассматривает возможность отправки своих военных и разведчиков в Украину после того, как КНДР отправила войска в поддержку России. Об этом пишут южнокорейские СМИ на представителей, со ссылкой на представителей разведки. Военные будут работать в качестве переводчиков, также предоставят Киеву информацию о военной тактике и доктрине Северной Кореи. Говорят даже о прямых поставках оружия из Южной Кореи, достаточно мощной в этом плане страны. Как вы оцениваете такую возможность и реакцию Запада, что, мол, нет веских доказательств присутствия военных из КНДР? Ну, я думаю, что в Южной Корее как раз-таки более усведомлены о ситуации, которая имеет место быть как раз-таки в контексте участия северокорейских войск в Украине. Я хочу напомнить, что как раз-таки официальный Сеул, его как раз представители правительства Южной Кореи говорили о том, недавно сообщали, что есть подтверждение участия российских, на территории России северокорейских солдат, которые там обучаются, тренируются и в дальнейшем могут быть отправлены в Украину воевать. Я не знаю, или не могут быть на поле боев в начале их участия, но я не исключаю, что со временем они могут принимать участие в активных боевых действиях. И, конечно же, для Южной Кореи важно, чтобы помочь Украине, во-первых, не допустить где-то, скажем так, перелома ситуации на поле боя. И, конечно же, для них важно, чтобы проследить за дальнейшим участием этих войск, потому что мы должны понимать, что после Украины, ну, те, кто останутся, скажем так, в живых и будут функционабельные солдаты, они будут возвращены на территории Северной Кореи и могут в дальнейшем быть угрозой для Южной Кореи, потому что они уже будут иметь боевой опыт в современной войне. То есть, учитывая то, что российско-украинский конфликт есть конфликтом технологическим, все-таки тут используются передовые достижения военной науки, и учитывая, что Северная Корея не имеет таких технологий, таких новаторств, а тут она будет иметь возможность с этим ознакомиться, то есть эти войска уже смогут овладеть какими-то технологиями, ну, и, конечно же, той тактикой боя, которая сейчас есть в современном мире. И для нас, для Украины важно, чтобы такое государство, как Южная Корея, помогало нам и вычислять эти войска, и иметь возможность, если они попадут в плен, переводить, и поделиться дополнительной информацией о северных корейцах. Ну, и, конечно же, чтобы они вместе с нами показали всему миру публично, что действительно, что Северная Корея принимает участие в войне. А учитывая то, что официальный Сеул имеет очень тесные отношения с Соединенными Штатами Америки и другими странами Запада, его слово будет очень веским, слово южнокорейского правительства. И я думаю, что это сможет переломить ситуацию в контексте оценки войны в западном сообществе. И я думаю, что это также может стать триггером для получения Украиной новых типов вооружения, в частности, дальнобойного, о чем мы говорим, в том числе и в контексте презентации плана победы. И, возможно, даже мы получим разрешение на дальнобойные удары по территории России, потому что фактически мы должны говорить о том, что воюем мы уже не против одного государства, а против двух. То есть асимметрия становится еще больше между Украиной и странами, которые воюют против нас. Ну и дальнобойные удары, они действительно смогли бы в определенной мере изменить ситуацию, скажем так, в нашу пользу. И надеемся, что администрация Джозефа Байдена пойдет на этот шаг, учитывая, что информации о том, что северные корейцы собираются принимать участие в боевых действиях, все больше и больше. Станислав, спасибо за ваши комментарии. Станислав Желиховский, кандидат политических наук. Спасибо вам. Эксперт-международник был с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.